Очередники в Петропавловске с каждым днем все меньше надеются получить положенное по закону жилье из госфонда. Социально уязвимые категории населения, многие из которых по 10-15 лет мечтают о долгожданном новоселье, серьезно задумываются, произойдет ли это в ближайшее время. Уже со следующего года в стране планируют внедрить механизм арендной платы, согласно которому средства, предусмотренные на строительство арендного жилья, будут направлены на 50% возмещение платы за съемное жилье. Как эту новость восприняли очередники, среди которых есть даже 100-летний ветеран, узнавали мои коллеги. Жанген Капарова с трудом передвигается по комнате. У 100-летней бабушки хроническая болезнь легких. Каждый шаг – настоящее испытание. В старом четырехквартирном бараке ветеран проживает с 60-летним сыном и внучкой. Дом стоит на болоте, весной его постоянно топят грунтовыми водами. Отсюда сырость и, как следствие, целый букет заболеваний. Уже 11 лет пенсионерка мечтает о новом жилье из Государственного фонда. В списках очередников Жанген Капарова стоит в категории «ветераны», приравненной к льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. В графе «Текущий номер в очереди» – страшная цифра – 1128. Я росла сиротой. Жизнь была очень тяжелой. Сколько горя пришлось пережить и голод, и холод. Военные годы работали в ТУВУ, осваивали целину. Сейчас живу в этом бараке. Здесь нет элементарных условий. Для меня это очень тяжело. Ходить в Акимат я сама не могу. Отправляю сына. Он ходит, ходит, а толку нет. Очередь медленно двигается. В похожей ситуации оказались и другие категории. Кристина Белых – круглая сирота. В очереди на жилье женщина стоит 12-й год. За это время выпускница детского дома с мужем и тремя детьми сменила ни одно место жительства. Денег катастрофически не хватает. Приходится арендовать, что подешевле. В Акимате мне сказали, вот это сейчас выйдут в последние квартиры. Кто остался в очереди, 50% будет оплачивать государство, 50% мы. Но опять попасть надо под эту программу. Попадем, не попадем. Кто попадет, с тем учетом, что 50% еще накапливают себе на жилье. То есть первый, переначальный взнос, чтобы у нас был. Если у вас его не будет, или там кредиты, это ваши проблемы. Хотите берите, хотите не берите. Очередь также будет, останется, но просто под ипотеку идет. То есть мы, кто остался по 11 лет, по 11 лет, кто там больше, мы вылетаем. Там после нас, которые были дети, которые я конкретно знаю, по фамильным, по именам, они после меня учились, они уже получали квартиру. То есть к какому они порядке выдают. В городском Акимате говорят, очередь едина для всех. В случае, если государственную жилищную программу закроют, очередникам придется воспользоваться альтернативным вариантом. Президентам Республики Казахстан было дано поручение о переориентации денежных средств, выделяемых на строительство арендно-коммунального жилья, на субсидирование жилья. Также вопрос, на данный момент вопрос о закрытии программы по строительству арендно-коммунального жилья не стоит. Поэтому пока сейчас мы об этом не говорим. Если в последующих годах у нас будут выделяться средства на строительство арендно-коммунального жилья, то данная программа будет дальше действовать, и строительство у нас будет продолжаться. Сегодня в Петропавловске в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 15 тысяч человек. Треть из них – социально уязвимые категории. До конца года счастливыми новоселами станут лишь 600 петропавловцев. А что будет с остальными, не может ответить никто. А пока большинство очередников размышляют, как жить дальше. Жанкен Капарова 25 мая готовится отмечать свой 101 день рождения. Кто знает, может быть в следующем году ее самое заветное желание переехать в благоустроенную квартиру все же сбудется. Болжан Бесенова, телеканал Томикен Бизнес, Петропавловск.